С инициативой проведения первого в Советском Союзе массового соревнования среди детских дворовых команд выступил легендарный вратарь Лев Яшин. Тогда за победу боролись около 170 тысяч сборных и почти 3 миллиона юных футболистов со всего СССР. Великий футбол начинается с малого шажка, с детского футбола. Поэтому детский футбол нельзя выкидывать из всей системы подготовки футболистов. Среди тех, кто вручал награды юным футболистам, были победители соревнований «Кожаный мяч» прошлых лет. Владимир Рыбаков вместе со своей командой поднимался на высшую ступень пьедестала почета главного всесоюзного детского футбольного турнира в далеком 67-м году. Первый турнир был в 1964 году. Тогда было очень много команд. Вот на этом поле, где мы сейчас присутствуем, очередь была поиграть. Каждая улица имела по одной, по две, по три команды. И была, значит, очень конкуренция высокая. Главной целью турнира как в советские годы, так и в наше время была и остается популяризация дворового футбола. На городском этапе «Кожаного мяча» в этом году выступили 19 команд. Лучшие из лучших определились после трех недель соревнований. «Футбол – один из самых массовых видов спорта у нас в стране. И на него всегда возлагают большие надежды. Ну, пусть пока не совсем оправданные, но, может быть, из этих детей вырастет кто-то, на кого мы будем смотреть с гордостью». Призеры и победители турнира «Кожаный мяч» получили дипломы и сладкие призы. Все футболисты и гости церемонии награждения смогли пожать руку символу предстоящего чемпионата мира – волку за биваки. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.